США отмечают день поминовения, день памяти всех американских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. В церемонии на Роллингтонском кладбище принял участие президент США Дональд Трамп. В своей речи он отметил, что павшие солдаты отдали свои жизни, чтобы жила свобода. Мощное наводнение обрушилось на городок Эликотт-Сити, штат Мэриленд. Эликотт-Сити пережил потоп подобного масштаба два года назад. Во всем округе введен режим чрезвычайного положения. Университет Браун, входящий в Лигу Плюща, наградил почетной степенью известного британского певца Стинга. Стинг прославился не только как музыкант, но и как борец за сохранение тропических лесов. Роберт Кеннеди-младший призвал провести новое расследование обстоятельств смерти его отца, сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году. Сын погибшего политика заявил, что уверен в невиновности Серхана Серхана, приговоренного за совершение этого убийства, к пожизненному заключению.